здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пимненко и сегодня отвлечемся от серьезных тем хотя кто знает поговорим о музыке а в данном случае о конкретном музыканте о том как музыканты выходят они вообще из пандемийного кризиса или не все так плохо было георгий гусев студии основатель и арт-директор фестиваля мастера музыки велончелист музыкант насколько я помню композитор да и человек который умеет передать некий некую часть своего таланта ученикам в общем как все положено сразу же первый вопрос насколько я понимаю период для музыкантов сложной был исхудал как-то весь концертов не было или было концертов было недостаточно так как все происходило все таки можно уже подвести какие-то итоги фактически год прошел с начала пандемии что это было для музыканта конечно ну для меня гораздо больше чем год поскольку я пандемию так скажем встретил еще в америке потом приехав в 4 марта прошлого года 2020 в италию застрял там как раз начиная с 10 марта 10 марта италия потом всю европу закрыли все жесткие я уже не мог не в россию вернуться него в америку в общем было невесело те эти четыре месяца локдауна 1 провел в италии зато в италии красиво да казалось бы красиво в италии все хорошо но ресторан ты все закрыть все закрыто да как бы известная итальянская съеста не работает хоть и лето июль сами обсуждали нельзя было да нельзя нельзя были очень высокие штрафы даже нельзя было у те у кого собаки только могли как-то ходить выгуливать нужно было срочно собаку я бегал я бегал по утрам в пять утра специально выходил бегать пока еще полиция не выискивала тех кто гуляет вот а потом выискивала а потом выискиваю после с 6 часов начинали машину уже разъезжать от лавы теле но вы знаете что касается музыки для искать что молодцы наверняка все видели в репортажах в новостях как итальянцы каждый божий день с начала пандемии в 6 часов и 9 часов вечера все кто мог играть на каких-либо музыкальных инструментов или петь открывали окна и устраивали концерты для всего собственно всего района или всех жителей этого дома где они проживали пришло время когда кайс каждый смог почувствовать себя немножко музыкантом пришло время когда каждого услышали а не только профессиональных но и любителей а инструмент же собой был у меня был с собой инструмента не выходил на балку я сидел у меня была крыша терраса хорошая что я там устраивал концерты тоже было делать ну а как это вот я почему этот вопрос тоже такой интересный ведь это показатель чего людям то не хватает в этот сложный момент да одно дело закрыться я помню это первое ощущение как хорошо на работу ходить не нужно сидишь там но у кого работа связана с сообщением монитор до удаленка и так далее вся семья рядом а потом начинается проблема что люди как-то чувствуют уже начинать с депрессия слишком долго да все вдруг узнаю что что такое дети когда они постоянно дома когда не каждую минуту когда вы до молодые муж и жена наконец узнают друг друга поближе поближе да это тоже столько было разводов и среди моих знаком а рестораны закрыты 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 и вот мне кажется что вот эти проявления и находки когда пели на балконах когда значит улыбались там друг другу аплодировали в честь медиков там делали в разных странах типа минуты аплодисментов ну и плюс конечно же музыканты это говорит о том что то о чем мы говорили в прошлые встречи что никуда не денешься ты без музыки без какого-то выхлопа творческого любого человека что говорить о музыканте лишь людям нужно творчество совершенно согласен да во первых я хочу сказать что на мой взгляд к вид безусловно будет очень это эра к вида будет очень большим с большой встряской для всего человечества и на самом деле здорово то что это произошло во всем мире и ни одна страна не может сказать вот у них там плохо у нас хорошо это затронуло всех и все наконец узнали насколько искусство в целом и в музыка в частности важны для человека что человечество не может без искусства особенно в такие тяжелые времена мы-то это знаем по великой отечественной все прекрасно помню как блокадном ленинграде продолжались концерты филармонии люди сидели в шубах ничего не отапливалось но проходили премьеры симфонии шостаковича других композиторов в европе тоже об этом знают в америке не так но вот они узнали наконец но понятно что одно дело когда потребителю необходима музыка да в конце концов он может поставить пластинку винил как говорят сейчас может флешку загрузить до любой музыки какая захочется может ее сам себе менять как угодно от классической до не классической музыки в конце концов многие театры мира в том числе и филармонические оркестры симфонические в общем все 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 приоткрыли некие свои закрытые сайты на которых можно было посмотреть спектакли оперы балеты все на свете и люди все таки получали вот какую-то необходимую энергию пускай в телевизионной версии вы знаете это тоже очень важный аспект который затронули я думаю что в принципе вот все performing arts то есть исполнительное искусство они постепенно переходя уже с начала 21 века вот так скажем в этот транслируемый вид наконец после к вида все-таки все поняли как это важно что конечно заполняемых залов будет оставаться будем надеяться еще достаточно долго но та возможность то что сейчас любую трансляцию любого спектакля шоу или концерта можно увидеть также онлайн люди поняли что в чем преимущество скажем этого мой очень хороший друг из бостона специально запустил такую платформу что-то типа нетфликса для музыканта только для музыкантов классических то есть у него есть спонсора который специально высылает бюджет определенный музыкантам которые снимают короткометражные документальные фильмы о концерте то есть там есть интервью музыканта перед концертом рассказывать что-то потом идет сам собственный концерт записанный и пост такой послют после концерта опять с интервью с музыкантом и однажды все естественно выкладывать на своей оплачиваемой платформе очень интересная штрафа новая история да я надеюсь что в россии тоже нечто подобное будет появляться потому что ну как бы все к этому уже давно идет но наконец вот за этот год когда все наконец загрузили себе зумы skype и другие апы чтобы просто как-то продолжать жить и функционировать поняли преимущество всего но есть один момент от к нему мы уже оттолкнемся и узнаем конкретную историю георгия гусева все-таки какой бы ни был онлайн помните эти новый год люди встречали бокалами бились об монитор значит махали там все руками все так радостно со свечами но все равно это онлайн да и музыку мне окажется невозможно слушать по онлайну просто вот знать что она есть и понимать но музыку которую ты слушаешь зале которую принципе в любом помещении даже с плохой акустикой все равно она на мой взгляд может быть я не правда не такая как вот по ящику мне очень нравится то что вы тоже так позитивно смотрите на эту вещь потому что очень многие социологи кричат что вот заполняемость залов падает уже с конца 20 века что это вообще дорого ходить на концерты нужна парковка ехать время покупать билеты ждать в очередях но тем не менее конечно живое представление музыка будь то концерт или театр незаменим потому что та энергия которая возникает в зале момент исполнения ее невозможно передать ничем и я так понимаю что вот я вспоминал что летом был на концерте гергиева в питере и прямо было видно что даже музыканты она музыканты каждый тоже несет свой образ до юрги каждого свой подход он выходит а там прямо какая такая была большая программа музыканты менялись приходили уходили то целый хор был там хор уходил и режиссер гергиев там прыгала туда видно было что удовольствие людей что их откуда-то выпустили и сказали вы можете играть а главное люди хоть какие-то сидят вы знаете вот у итальянцев время время как раз встречал пандемию провожал ее когда первый день открыли страну а что они сделали опер зала еще не забыла ходить концерты в залах не проходили но черком асима сам большой цирк еще древнеримский построили в соорудили сцену это было уникальнейшее представление которое видел режиссер который ставил постановку пустил на сцену с артистами операторов для того чтобы весь спектакль полностью в живом времени снимали с близкими клоу западе подходили операторы по сцене бегали операторы в респектах но благодаря этому вся италия не только рим не только те 500 человек что купили билеты смогли посмотреть спектакль в живом времени в живом ну и потом все таки классика таким образом становится ближе до конечно кому даже кого-то такой лозунг есть классика становится ближе георгий как у вас вот но италия понятно понятно что балконы как дальше то прости кого это дело ну очень интересно вы знаете контракты же были какие-то да конечно ну все к сожалению все было расторгнуто или заморожено чаще расторгнута это гораздо проще особенно в америке всем нарезвестно как гранд опера или другие организации в нью-йорке просто уволили всех артистов чтобы не платить им пособие по безработице в этот капитализм вот капитализм до ассалов чисто листом виде да но я поступил хитро благо у меня были друзья на гавайях и поняв что в общем все штаты кроме гавайев закрыли полностью то есть никакой работы ничего я как бы не хотел рассчитывать на те выплаты что государство там потом что-то пыталась сделать просто уехал в тот штат где хоть какая-то жизнь давай где да где до сих пор люди проводили концерты а можно я сразу пошучу по поводу гавайев но это же гавайские гитары насколько я понимание виланчик улеле даду или валила теперь тоже подошла мне как ни странно да вот как раз таки гость с далекой замороженной россии то он был очень интересен особенно в к видное время когда никто к ним туда не ездил вдруг появляется виланчелист еще и с виланчелю на острове где виланчелистов в принципе нет говорящий на странно русском языке странным акцентом поэтому не отстречали очень хорошо и плечи причем люди конечно климат вот у нас москве паспорт на все не обсудили сами что все никак не придет весна да там же постоянно лето постоянно солнце то есть люди привыкли наслаждаться жизни поэтому для них любое общение тем более с музыкантом тем более через музыку этому такая просто радость то есть правильно понимаю на примере георгия гусева что каждый музыкант как-то пытался пристроиться если хотя бы мог выйти до за пределы своего дома а что вы там играли ведь тут еще такой важный момент в прошлое нашу встречу мы говорили о том как работа там в том оркестре в том встреча с коллегами устройство строительство собственных концертов и программ а тут вот человек попадает гавайи да и что он должен играть что-то грубо говоря простенькая понятная на потребу либо была попытка все-таки нести что-то и играть то что вам хотел ну очень хороший вопрос вы я качек современная понимаю и плюс объехавший достаточно много разных стран понимаю что программа всегда должна выбираться под менталитет менталитет конкретного контингента гавайях я никогда не было поэтому я их не знал поначалу играл он серьезную музыку классическую бах и там какие-то мои делали что понимают и они не понимали вообще после вести бедут они уставали им становилось скучно но они люди воспитаны они это не показаны я чувствовал на чувство вот поэтому я после каждой пьесы рассказывала мы интересные истории с шутками о чем эта грустная песенка что там происходит чтобы они хоть как-то поняли потому что к вопросу в гавайской традиционной музыки даже нет минора нет трагедии в принципе у несчастные люди и в жилетку никого и как поэтому потом программу уже создавались непосредственно понимая народ и что им конкретно а вот этот опыт гавайский он теперь в пост пандемии надеюсь времена он появится какая-то новая краска в творчестве я думаю что да я думаю безусловно потому что все таки опыт гавайский то что я пытался опять передавать нашим студентам на фестивале мастера музыки как нужно понимать искусство что это на трагедии у нас в постсоветской россии если человек занимается профессионально искусством это вот пойти порвать до порвать сюда и как там раньше если человек летел на конкурс то либо за тобой вся страна если либо первая премия либо возвращаясь алибо лучше возвращать ну времена к счастью прошли и конечно но у людей и у педагогов очень многих не изменилось все подход в обучении образовании поэтому конечно я пытался моим студентам передать немножко вот это вот но мы об этом поговорим во второй части уже конкретно сейчас завершая вот историю стеки к видных передвижений так вот на гавайях сколько побывали вы на том как число 6 месяцев да то есть основной так я думаю это не самая плохая версия кто-то сейчас даже вам позавидовал гавайи минорной музыки нет все хорошо еще вы какая-то работа и собственно говоря полгода пролетела незаметно а потом потом собственно опять европа в россии сейчас я здесь все так понимаю сейчас россия по сравнению с европой с точки зрения работы музыканта сейчас как-то ситуацию упростил россия очень интересно да я опять же потому что к сожалению не живу здесь приезжаю как турист уже много лет и вижу сильные изменения особенно за этот к видный год очень много изменений в хорошую сторону я был в разных городах и только что вернулся из петербурга поэтому да очень интересные я рад что наконец открываются и площадки будем надеяться скором времени сто процентов посещаемых залов повысится но где лучше все-таки полгода на гавайях или полгода в россии провести знаете мне очень хорошо здесь сейчас вот вот это главное что ответ но мы думаем что гавайцы этого не услышана то мало ли что сейчас делал небольшой перерыв а во второй части поговорим о фестивале поговорим о педагогической деятельности но и как вводится о творческих планах у нас в студии георгий гусев виолончелист итак эта программа открытый диалог сегодня у нас в студии георгий гусев основатель и арт-директор фестиваля мастера музыки и фестиваль тоже кстати слова которые столько всего отменили или проводили в удаленном режиме страдали там и фестивали популярные эстрадной музыки уж фестивали кинофестивали прям рыдали слезами я уж не говорю про всякие спортивные состязания а ваш фестиваль мастера музыки я так понимаю все-таки в этом году прошел прошел и в этом и даже в прошлом рожь ну-ка дать сначала проезжал как это удалось тоже году удаленки нет нет а нам удалось привести студентов из регионов сюда в москву но мы сделали такой мини фестиваль всего три дня поскольку это было в ноябре в сам так скажем разгар еще пандемии ну естественно соблюдение всех мер предосторожности всех мер предписываемых государством к сожалению прям именно в день открытия нам отменили нашу главную площадку поэтому пришлось сразу быстро переформатировать все на теме не провели поскольку у нас все-таки мероприятие оплачиваем на президентским грантам и отчетность своя и с другой стороны все-таки то есть вы должны были его правил и с другой стороны образование оно не должно останавливаться безусловно мне очень жаль тех детей которые начинали школу или какие-то другие свои обучения в ковидный год когда им приходилось целый год получать знания через экран монитора да вот это знаю потому что он первый курс набирал до вузе и до сих пор уже мы в очном режиме работы до сих пор еще очень слот потерянная хотя мы работали удален даже больше на времени да да мы делали дополнительные всякие встречи потому что ну правда ребята были в таком то есть он вроде как поступил а вот этого ощущения нет не было ни встречи не для студенческой книжки и так далее поэтому я понимаю чем вы говорите но вот представьте датки знания как-то еще можно передать через монитор а вот допустим в спорте там в боксе в балете или в музыке обучить игре на инструменте через монитор невозможно невозможно это тактильно это лично на гитаре я помню мы учились по еще книга этот такие славные аккордах легко могу игры мы же значит тогда коллеги там же тоже струны как в том что в том случае мурку можешь да но вернемся к фестивалю напомните пожалуйста какова основная цель фестиваля и как он в этот раз уже проходили в этом году фестиваль образовательный с этого года мы внедрили новый аспект у нас теперь при к нам приезжают педагоги получать квалификацию педагогическую и мы приняли в этом году 30 человек на 15 педагогов 15 учеников с разных регионов россии на неделю приехали в москву у нас была вилончель специальность вилончель которую я вел специально фортепиано был вершинин профессор московской государственной консерватории и были мероприятия разные в лекции психологов лекции психологов в том числе конечно образование у нас многофункционально не только чисто особо профессионально но мы мы готовим людей к жизни в целом в искусстве как правильно не только быть хорошим исполнителем педагогом но в то же время как применять все эти знания и просто любить свою жизнь ну и потом же если мы берем удавшегося состоявшегося музыканта он же по идее может быть говоря спортивным языком играющим тренером он же человек который может работать концерты и ездить по всему миру тем более что в классической симфонической музыки это очень принято сегодня ты здесь играешь завтра ты играешь там причем где ты играешь бесплатно потому что надо где-то ты играешь хороший гонорар в общем все рассказывать это действительно серьезная работа фактически это каждый музыкант это отдельная планета отдельный мир свой создается правильно да вы знаете все таки поскольку мы занимаемся именно классическая музыка классическая музыка это очень особая специализация специальность к сожалению и в нашей стране его других до сих пор еще для элиты то есть принципе классической музыкой очень сложно зарабатывать на жизнь особенно будучи педагогом и в новом мире который еще не начался мы еще ждем окончания пандемии к края когда наконец-то провакцинируется ждать уже да 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 нужно уже понимать какой будет какой будет мир после этого какой будет судьба тех молодых ребят которые учатся на профессию музыканта сегодня чего им ждать то что мы мои педагоги знали что работало функционировал двадцатом веке не функционирует и тем более не будет функционировать завтра поэтому вот создаете что-то новое потихоньку мы да мы создаем у нас есть свои методики образования мы постоянно изучаем ситуацию пригласив педагогов мы хотели в первую очередь услышать из регионов педагогов из удаленных регионов по россии хотели услышать от них что нужно в регионах потому что у нас страна огромнейшая но одна из самых централизованных стран во всем мире где есть есть только москва петербург и еще пару городов куда культура действительно доходят а в регионах очень многое что простаивает нет наборов школы то есть в принципе специальность музыканта в регионах постепенно как это не странно звучит умирает и мы стараемся поменять этот процесс вспять который в принципе хорошо работал советскую эпоху да когда педагогов распределяли и с высокой квалификации из москвы из петербурга направляли в регион сегодня такого нет сегодня бороться естественно понятно по какой причине по причине финансов едут работать в москву а региона к сожалению но тут еще возникает такой вопрос дилетанта сразу а может быть с талантом похуже стало на это что же не думаю не думаю с талантами я это вот скажем масса таланта она всегда примерно одинаково знаете нет это миф что когда-то были таланты вот раньше раньше были чайковский достоевский толстой а сегодня что же и сегодня не рождаются просил и другое время важно как применить опять же чайковский достоевский толстой они выросли в общем-то в очень сильной стране еще при российской империи потом у нас 20 век был полон катаклизмов и революция и потом не до не до этого ну понятное дело на современной россии еще очень молода а вот советская симфоническая музыка она же тоже имеет своих там корифеев скажем потрясающе да но все-таки они все еще выросли на от поле великая российской империи да поэтому хорошо тогда такой вопрос творческие планы георгия гусева может быть в глобальном сейчас масштабе потому что я прекрасно понимаю что организовать а участвовать вот фестивале это немножко даже забыть о себе ваше сегодня существование в мире музыки чем вы занимаетесь пишите что-то планируете ли идут может быть какие-то переговоры где-то как как музыкант георги гусев сегодня существует да очень много проектов совершенно разных я все-таки развивался и еще будучи достаточно юно музыканта понимал что я хочу быть многофункциональным музыкантом не только исполнительным или педагогом поэтому я и увлекался и композицией и дирижированием и работал постоянный в театрах и завел знакомстве с киноиндустрии нам этот год у нас еще будет второе вторая сессия фестиваля в октябре последнюю последнюю неделю октября этого года но также на ноябрь я очень надеюсь если все получится если мои дорогие друзья провакцинируются привести в москву дениса гаснера это продакшен дизайнер человек который сделал последние три фильма джемси бонди который сделал blade runner и серьезные фильмы привести его дорогого друга томас окрас гавайев артиста который живет на гавайях с которым у меня очень большой проект если выходили на вот в пушкинском музее сейчас проходит выставка билла виолы визуалиста вот у нас том что-то по по типу билла виолы тоже вижу артс но с моей музыкой который написал его собственно к его выставке я очень надеюсь что получится это провести в москве вот сейчас ведутся переговоры и если все получится если границы будут открыты если наши гости провакцинируются и согласятся приехать то москву в октябре в ноябре ждут очень много интересных событий ну и мы надеемся что в третьего ла не дать они до нас так сказать не как сказать не дойдет а вот и есть ощущение что москва на какое-то время может стать таким небольшим музыкальным третьим римом да я очень в это надеюсь потому что в европе кстати как сейчас музыканты живут европе ваши как-то коллеги концертов же сняты жила европа по-прежнему закрыта до россии еще раз повторяю россии очень хорошо справилась с к видом и я сюда приезжал не раз вот с начала пандемии все замечательное то что концерты проходят музыканты играют за просто просто радует то что вы сказали третий рим вы знаете я вспомню еще слова когда-то я смотрел выступление далай-ламы приезжал неожиданно москву еще пом в 2000 каком-то там далеком пятом году и я никогда не смотрю телевизор но но тут вдруг 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 включил и вот попал на его выступление которые переводили я тогда еще английский только не знала но я запомнил одну фразу он сказал я очень верю в россию я думаю что 21 век будет за россии и не запала эта фраза и вот наблюдая за тем как развивается творчество в нашей стране именно поэтому мы проводим наш фестиваль потому что мы верим что в россии рождаются таланты достойные имен великих которые были у нас в разные эпохи просто их нужно правильно взращивать еще такой один вопрос опять же в данном случае как преподавателю у человека наверняка есть какая-то до предрасположенность предположим там слух ну все необходимые вещи и даже психологический настрой но что может заставить его стать классическим музыкантом да вот полюбить это надо же полюбить либо он используя свои музыкальные данные возможности ходят популярную музыку где огромное количество инструментов а насколько я понимаю хороший музыкант специализирующийся на каком-то инструменте в принципе должен наверное играть еще на нескольких если жизнь заставит он может на каком другом инструменте зарабатывать деньги но на вот в таком в легком жанре как вот вы можете объяснить человеку парень ты станешь там великим скрипачем он говорит я пойду сейчас на евровидение петь куда-нибудь легкую легкую музыку непринужденно это также да вот как умея играя пара аккордов на гитаре может так святой на укулеле и быть востребован на гавайях так что вот так на гавайи я уже понял надо по этой причине вот вы удивились что психологов приглашение только психологов физиотерапевтов потому что очень много профессиональных музыкантов также как и спортсменов имеют какие-то патологии проблемы с зажатием боли в мышцах то есть мы работаем у нас комплексное обучение учим их быть не только профессиональными исполнительными педагогами вообще понимать как с этим крестом музыки быть по жизни и как в случае чего если тебе нужно переквалифицироваться уметь это сделать легко и безболезненно если ты играешь на его очерки но вдруг ты понял что у тебя классный голос и тебе хочет на невровидение пожалуйста идей твой легко да а потом вернешься с кривой анчели и таких случаев очень много вот моя дорогая подруга мария шерр сделала шикарный проект выступала на проекте голос со своим бэндом хотя заканчивала когда ценную консерваторию как вилучилист ну кто знает может быть мы и георгия гусева еще увидим с его учениками в другой ипостаси последнего остается 30 секунд можно ли сделать вывод что музыка хорошая музыка помогает выйти из нам из ковидных безусловно безусловно вот только что прям перед выходом на вашу передачу беседовали с доктором в соседней комнате и сошлись на том что да действительно музыкой нельзя вылечить человека от тяжелой болезни но музыкой можно ему помочь прийти к выздоровлению от как вот прекрасная концовка георгий гусев основатель и арт-директор фестиваля мастера музыки вилучилист композитора музыкант которые смотрят далеко вперед спасибо большое это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания мастера музыкант и мастере мастера мастера масер мастера Продолжение следует...